Всем привет, ребята! Вы представляете, увидел я в топе вот такую вот замечательную игруху по приготовлению пирогов, тортов и всяких сладостей. Вот это наша рабочая местность, вот это наш цех по производству тортов, пойдемте забежим в него и посмотрим, что у нас там как внутри. Здесь у нас сидят посетители, которые заказали тортики. Это у нас, можно так сказать, пункт приема заказов. Сейчас придет к нам какой-нибудь клиент и закажет у нас очень вкусный прям великолепщин лухарит тортик закажет сейчас. А вот я вижу нашего первого клиента. Крутой чувак заказывает офигенно вкусный тортик, он просит у нас квадратный торт. Выбираем эту форму, начинка у него видно, что черная, ну какая-то шоколадная. Я думаю, что вот эта вот начинка, да, мы угадали. Сверху мы поливаем его вот такой вот голубой глазурью и вот такие фентифлюшки, сверху посыпаем ему тоже. Теперь отправляемся на нашу фирменную кухню и как мы видим на стенде заказов, вот он этот торт, который у нас заказал только что клиент. Пойдемте испечем его. Сейчас мы ему такой тортяу забабахаем. Так, квадратная форма с помадкой, по-моему. Да, вот она помадка, выбрали. Теперь заливаем это все дело, вот так вот. О, как поливается эта черная помадка, шикарно. Забираем ее на поднос, теперь тащим это дело в печь, горячую нашу печь, закрываем ее там и пускай наш тортяу печется. Ага, все, он испекся, забираем его оттуда. И теперь нам необходимо избавиться от металлической формы. Выкидываем ее нафиг на помоечку. Бежим теперь заливать голубой глазурью наш тортяу. Так, кидаем сюда, выбираем голубую глазурь. Эй, гость, отойди. Вот голубая глазурь. Заливаем ее сверху. О, как сладенько. Кажется, у кого-то попец липнется. Забираем его теперь отсюда. И необходимо посыпать его сладкими всякими палочками вот такими вот. Посыпаем. Ну, слушайте, ну прям новогоднее какое-то шоу. Так, забираем теперь его отсюда. И необходимо его вкинуть вот сюда, в кейкбоксер. Это доставка до нашего клиента. Прям прямиком в руки ему. Смотри, сейчас выкинем сюда. И все. Наш торт поехал к нашему клиенту. Вьюх! Торт у нашего клиента. Он просто счастлив, доволен. И дает нам еще 140 долларов. Мы богаты. Ну, я, конечно, шучу. Денег у нас уже стало прилично. Мы, конечно, можем еще один какой-нибудь выполнить заказик. Давайте вот этот вот интересный большой торт. Попробуем его состряпать. Так, что нам нужно? Нам нужно помадка, по-моему, или там шоколад? Нет, там помадка, по-моему, под низом. Заливаем ее сюда. Ага. Да, дальше-то я и не знаю как. Берем на подносик. Запекаем это все дело. Наверное, запекаем. Что-то я, наверное, погорячился, взяв такой тортик-то. Не знаю, как его испечь. Забираем. Выкидываем в форму. Выкладываем сюда. Ага. Теперь нужно заново залить еще одну такую форму. И испечь заново. А, блин. А, ну да, все правильно. Здесь уже поменьше формочка. Все как надо. Бежим запекать. Так, давай, испекайся. Еее, сейчас такой крутяцкий трехэтажный тортяо будет у нас. Просто купец. Выкидываем сверху. О, пошла жара, пошла, поехала. Теперь нужно самый маленький. Заливаем все это дело. В нашу формочку маленькую. Блин, он на самом деле самый сложный в этот трехэтажный торт. И по приготовлению, и вообще по длительности готовки. Но зато он, наверное, пальчики облежишь. Забираем его отсюда. И выкидываем сверху. А, формочку забыл выкинуть. Формочку выкидываем в формочку. Теперь кидаем сверху. Угу. Какой он здоровенный. Теперь бежим поливать его желтой глазурью. Тринь-тинь-тинь. Заливаем его желтой глазурью. Ооо. Вы посмотрите, как она растекается. И... Готово. Забираем. Теперь нам необходимо воткнуть свечи сверху нашего тортика. Выбираем свечи. И... Ох, как много свечей посыпать. Мне всего там три нужно было, как на картинке показано. А мне там целых... Сколько там получилось? Хо-хо-хо. Шесть свечей мне воткнули. Так, моя очередь подошла. Вкидываем наш тортяу. Интересно, сколько нам за него дадут? Денежек. Триста восемьдесят. У-у-у. Нифига себе. Так, ну что ж. Вроде бы торты мы приучились готовить. Ух ты, тут даже мусорка есть. То есть мы можем спокойно выкинуть сюда торт какой-нибудь неправильно сделанный. Но благо у нас руки растут из правильного места. Поэтому у нас все получилось. Что у нас здесь? Что у нас здесь? А, это у нас тут какая-то кладовая или гараж. Ладно, пойдемте заведем нашу машину. Да-да-да, здесь есть машины. Сейчас я вам покажу, что у нас тут в принципе еще есть. Вот такая вот тачечка. Конечно, она не супер-пупер, не шевролет, как джилбреки, но пойдет. Здесь у нас есть вот такое вот подобие метро. Едем, едем. Видим здесь палатки. Здесь у нас бомжи, видимо, какие-то ночуют. И, кстати, тут нету. Видимо, ушли на рыбалку. Ушли на рыбалку и утопились вон в том пруду. Ну-ка, пойдемте посмотрим, что у нас там под водой. Может, рыбка реально плавает? Нет, нифига нету. Бомжей тоже нет. Садимся обратно в свою тачку и едем. Эть, залази. Эх, хреново, когда двери не открываются. Приходится постоянно через крышу заходить. Такс, и едем теперь вот сюда. Да, кстати, смотрите, здесь у нас есть вот такой вот участочек. Прямо как в Ламбертайконе, который мы можем купить. Там у нас будет дом. Купить. Поставить там дом. И потом его обустраивать внутри. В общем, все очень классно. Едем дальше. Итак, наконец-то мы приехали в магазин по продаже территории. Участок, точнее сказать. Бежим сюда. И выбираем самый крутой участок. Есть вот такие вот. Есть у нас даже где-то наверху я видел был участочек. Такой роскошный. Вот, например, вот здесь вот можно прикупить. Тут такие элитные, знаете, рублевка местная. А можно совсем прям отшельником быть и купить вот здесь вот. Здесь ты будешь совсем один. Здесь никаких рядышком домов вообще не будет. Но стоит это, конечно, удовольствие 4 тысячи. Ну и добираться от мебельного сюда будет крайне неудобно. Поэтому давайте мы, наверное, купим наш дом вот здесь рядом с мебельным. Покупаем. Ух ты. Какой у нас классный домик. Ну-ка поехали, посмотрим, что мы там прикупили за наши пироги-то. Кстати, домик был бесплатен. Первый домик в подарок, как говорится. Ну и роскошно. Ну и круто. А вот и мой дом. Тут даже на столбике написано мое имя. Почему именно столбик, непонятно. Надо его снести нафиг. У-у-у, да тут у нас пустовато, слушайте. Очень пустовато. Нифигашеньки нету. Ну что ж, пойдемте в мебельный магазин, что-нибудь прикупим себе. Него же спасет кинополу, как бомжи. Благо у нас тут совсем рядышком мебельный магазин. Надеюсь, тут цены не кусучие. А то иначе мне придется пойти и попахать еще немного, попечь пироги. Ну что ж, начнем, наверное, с кухни. Хотя какая кухня? Мне нужна кровать. Царская роскошная кровать. Вот такая вот двухспальня. Ааа, губу раскатал, которая стоит пять тысяч. Да ну нафиг, мне простой расклад. Вот эта кровать стоит восемьсот долларов. Офигеть. А вот этот столик. Двести семьдесят пять. Жесть. Конечно, ну и ценники у вас, господа. Я понимаю, конечно, что у вас нету конкурентов, и вы единственный в мебельный магазин у нас здесь. Ну, так, цены заламывать. Ух, шесть тысяч, ешкинка. Что, мне все-таки придется на коврике спать? А сколько коврик стоит? Коврик семьсот пятьдесят. Вот ровно столько денег у меня и есть. И еще на поесть останется. О, туалет, туалет. А сколько у нас трон белый стоит? Пятьсот, пятьсот. Ааа, блин, мне по кровати туалет купить, но понимаю, что мне не хватит ни на то, ни на другое. Поэтому придется чем-то жертвовать. Ну что ж, ребята, придется покупать вот эту кровать за восемьсот. Покупаем ее, потому что спать я на полу не хочу. И нужно подзаработать еще деньжат на туалет. Где-то ж нужно же исправлять нужду. Кстати, уже ночь наступила. Купил я кровать вовремя. Куда ее поставим? У нас здесь прям куча места. Спальня. Спальня у нас будет, наверное, вот здесь. Здесь самое то. Открываем вот эту кнопочку Home. И фурнитуру. Оу, у нас тут, кажется, кое-чего еще было. Ну ладно. Я просто не обратил на это внимания. Так, а если я его так поставлю? О! Я его так могу поставить. Офигеть. Двигай, как хочу. Хоть в стенке, хоть в потолке. Не, в потолке, конечно, не получится. А вот в стенке вот так вот даже могу поставить. Можно вообще на улице поставить и спать на улице, да? Я так предполагаю. Ну-ка, пойдемте на улицу. Вылезем. Да, прям на улице, слушайте. Подышать свежим воздухом. Полежать под дождем. Это все легко и просто. Так, передвинем. Она ск... Ага, вот все. Вот где кончается вот эта зеленушка. То есть вот это вот зеленый газон мой. А вот это бледное, это уже не газон. Это какая-то фигня какая-то. Здесь я строить не могу. Ясненько забираем кроватку отсюда. И тащим ее обратно в дом. В нашу спальню. Так, поставим тогда по-барски. Прямо вот тут вот в центре. Знаете, забегаешь так и сразу бух-бух плюхаешься мне. Так, у нас есть еще светило. Светило-светильник. Светильник у нас вот сюда вот встанет. А кресло... А, точнее, это стульчак. Стул. Какой стульчак? Это штул. Стул ставим вот сюда. Ну и все-таки кровать передвинем. Туда подальше, к нашему светильнику. Вот. Вот это другое дело. Вот это я понимаю. Ну что ж, теперь осталось еще унитаз купить. Поехали подзаработаем немного денжат для унитаза. Опачки, припарковались. И теперь по-царски входим в окно. Зачем нам центральный вход? У нас есть окна. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Ага, есть уже заказик. Давайте возьмем его. Значит, начинка у нас чоколад. Чика-чика-чоколад. Круглый. Формы. Шоколадный. Торт круглой формы. Трех яростный. И сверху у нас будут свечи. Ясненько. Так, поднимаем поднос. Тащим это все запекаться дело. По-быстренькому, по-быстренькому. Пускай оно там. А давайте мы сейчас сразу как-нибудь так вот сделаем. Опа. А, это было-было-было-было у нас уже такая форма. Значит, нам надо вот эти две. Сейчас мы это все дело заберем отсюда. Хопа. А ту форму, которая у нас уже была, мы оставим. Ее может кто-нибудь возьмет и воспользуется ей. Вот это тоже забираем. Кому что нравится. Фиолетовый крем, фиолетовая глазурь. Кому как нравится. А наш тортик уже почти залит. Забираем его отсюда. И нужно еще три свечечки. Закинуть на него. Три свечечки, три свечечки, свечечки. Свечки, свечки, посыпайтесь. Отлично. И отправляем его на продажу. Я забыл, сколько туалет стоит. Вот, блин. 440. Фу. Мне надо, кажется, еще чуть-чуть поднакопить. И я думаю, что нам хватит на туалет. 500, по-моему, туалет стоил. Ну что, на туалет мы накопили? Ну быстро отдали мне мой туалет. Где мой туалет? Я хочу в туалет. Так, вон он. Вижу, вижу, вижу его. Бежим, бежим. Ух ты, тут игровой автомат. Какие классные. Я такое тоже хочу. 1900 стоит. Как-то дороговато. Ну, наконец-то. Наконец-то. Можно прям поздравить меня. Ух ты, зеркало, конечно, дороговато стоит. Я вбегаю в свой дом. И не могу представить, куда воткнуть туалет. Может быть, на улице? А, во, кстати, вот это помещение. Очень-очень-очень отлично подходит. Так, наверное, сюда мы и поставим туалет. Прям вот так вот. В стенку. Ха, нормально. Отлично дизайнерский ход, можно сказать. Ну что ж, давайте вот тут вот. Прямо у входа. О, вот это другое дело. Прямо у входа, слушайте. Ладно, не будем мучить туалет. Вот так вот поставим его. И все. И, по-моему, шикарно. И даже посидеть можно. И вот на этой офигенной ноте, ребят, мы закругляемся. Вам спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было сладко. Всем удачки. Пока. И до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...